здравствуйте дорогие телезрители на связи валерий седов и пока на улице хорошая погода я буду чилить студии в этом вайбе чтобы рассказать вам о словах которые только что употребил я вас любил тот вайп еще быть может в душе моей угас он не совсем поймем как поймать этот самый вайп без соуса можно ли почилить без чили поищем где вписаться так ли страшнее эти вписки как о них рассказывают но не могу я так но быть студии пока на улице такая чудесная погода пойдем отсюда солнышко светит птицы поют в общем прекрасная погода и всю эту атмосферу все те чувства которые переполняют человека сейчас сократили до одного простого слова вайп многие слова заимствуют из английского и вайп исключением не стал она так и переводится атмосфера или вибрация слышите музыку она тоже дает свой вайп то есть свою атмосферу пойдемте присоединимся к ней привет а что это тебя за чудесная музыка что это за инструменты такие это глюкофон как они работают для чего не это язычковый инструмент и работает просто за счет удара пальцами подушечкой получается каждый лепесток это разные ну это такой инструмент он как он больше для души чтобы сидеть наслаждаться или из него можно творить прям музыку как ну в первую очередь он придуман для того чтобы медитировать так сказать отдыхать просто чилиться вот но на некоторых инструментах можно сыграть что-то более серьезно и композиции можно ли сказать что вот с этого инструмента можно поймать свой вайп да что что такое тогда этот загадочный вайп я думаю что только музыка может рассказать а можешь да продемонстрировать нам тогда если музыкально ну примерно так вот можно такую мелодию простую сыграть то есть вайп это некая такая своя атмосфера внутрь что-то внутреннее как как вот ты понимаешь вайп если говорить не языком музыки а обычным но я считаю что музыка той определенный язык с помощью которого можно передать свое настроение мысли так далее и вот маска это такая волна вот нынешнего настроения например который а какой сейчас у тебя настроение какое-то настроение он сыграл я передал сейчас новогоднее настроение внезапно хорошо любой может сыграть на этом инструменте в принципе да потому что инструмент в одной тональности то есть это не очень сложный инструмент для того чтобы что-то можно изобразить вот надо попробовать а можем попробовать поехали и Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое, это было здорово, спасибо, что рассказал и показал, что такое вайп Хоть слово вайп новое, о самой атмосфере говорили и раньше Здесь круто или наоборот, здесь отвратительно Теперь можно передать через вайп, через вибрации Можем вспомнить хоть сцену из Москва слезам не верит Смотрите, вы и сами можете уловить этот вайп Играет легкая музыка, еще по летнему тепло и так пахнет шашлыками Вот она, прекрасная атмосфера Вот он, вайп Только нужно понимать, что вайп бывает не только положительным Так как слово обозначает атмосферу места или людей, где сам человек находится То атмосфера эта может быть и грустной, и осенней, и даже сильной или быстрой Дело в том, что слово это применимо и к музыке То есть сказать вайбовой, это комплимент композиции Поэтому иногда по настроению вместо простого «как же здесь здорово» Можно сказать «вайбово», но решать только вам Как хорошо, что ты ко мне пришла в гости Чайку попьем Спасибо Собреемся А что же там твой внук без тебя делает? Написал, что готовит Да ты что? Ну, наверное, какую-нибудь яичницу Мальчишка, что там? Ой, ты не поверишь Что-то там с размахом С перцем чили Ну, прям шеф-повар Раз чили Смотри Так он написал Чилю Это какое-то странное слово Дай-ка я посмотрю сейчас у мужа Нет Не готовит Он бездельничает Вот ну надо Чилл – это глагол в английском языке Который обозначает отдыхать Ничего не делать Расслабляться Или просто тусоваться В русском языке этот глагол так ассимилировался Что сейчас изменяется грамматически И согласуется с подлежащим Я чилю Мы чилю И ты тоже чилишь Помимо этого Чилл – это еще одно из направлений музыки Такая как Расслабляющая Релаксирующая Для отдыха Кроме того В современных развлекательных заведениях Есть специальная чилл-аут-зона Там, где вы можете успокоиться Отдохнуть И расслабиться И забыть о рутине дня По чилле можно и повеселиться А где веселиться, как не на вписках Так что давайте окунемся в атмосферу веселья А почему так тихо? Я думал, что вписка – это постоянное веселье А тут совсем не так Ты путаешь Вписка – это другое Вот нужно, например, человеку поехать в другой город А гостиницу он снимать не хочет Он и кидает клич по знакомым Где можно остановиться на ночь То есть вписаться То есть вписка – это, по сути, ночевка? Да Совсем не обязательно, что вписке будет сопутствовать веселье То есть сегодня никакого веселья? Это уже от хозяев зависит Сама вписка – это остановка на ночь Или какое-то время А вот веселье – пойдем Называется пати А это кто? Это наш патимейкер Организатор вечеринки Главное – зажигалочка, так сказать А вписка может перерасти в пати? Как я уже сказала, это зависит от хозяев Но после такой пати многие могут остаться здесь на вписку И поставьте на место Что такое пати? Может быть, старшее поколение и не поймет Но современная мама должна быть уже в курсе Что по-английски party – это вечеринка А также, что перед крупным мероприятием Организуют также prayer party Здесь ключевое слово prayer – перед Для разогрева публики перед основным шоу или концертом Ну а если вечеринка уж очень не далась То организуют after party Где продолжают, собственно, вечеринку Что такое after? Здесь ключевое слово Обозначает после И обычно на таких after party Остаются либо самые стойкие Либо избранные На самом деле, в словах party Вписка легко запутаться Молодежь и сама часто подменяет одно понятие другим Поэтому вместо вписки Место, где можно переночевать Можно попасть на, так сказать, пати А в интернете и вовсе существуют Сотни фотографий со вписок Которые пошли не по плану Поэтому сейчас понятие вписка Приобрело негативный оттенок При этом существует несколько видов Этой самой вписки Самый безопасный называется легион Когда на квартире собираются люди Которые хорошо знают друг друга Противоположная ситуация Называется вписка на стороне Есть еще подводная лодка Когда все запираются в квартире Или на даче Полностью отградив себя От внешнего мира Встречаются и безобидные Такие как флет или шафл Когда люди собираются Чтобы поиграть в настольные игры Или игры онлайн Поэтому не мешает лишний раз Спросить своего ребенка Идет ли он на вписку или пати Или просто к друзьям И таким способом наладить Связь поколений Избегать пати или вписок Или наоборот Почилить там Выбор только за вами Главное, что теперь вы знаете Значение этих слов И можете пропитаться вайбом А если вам встретилось Непонятное слово То пишите его в комментариях И в следующих передачах Мы обязательно расскажем о нем До связи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!